Неси гитару, Томочка! В твоих ладонях всё начеркнуло Я тебя искала столько раз, столько раз Я приду к арту и скажу Слышь, братан, пока! Меня прям практически заставили Хорошо, что тебе от этого стыдно становится Я всё равно буду петь От грустных перц я отпускаю нашу любовь Он говорит, что ты со Стасом замути Я снял с тебя маску уже? Нет! Сейчас, смотрите Не-не-не, я этим не занимаюсь Сорян! Ребята, не надо мне помогать Солнышко, ты моё ясное Я не отдам тебе никому Да простит меня мой начальник, если он вдруг это когда-то увидит Но стрёмно, ну реально страшно Нежно, нежно А на любви Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля У меня душевненько так получилось Мама, ты будешь мной гордиться после этой передачи Двести процентов? Да Я безумно рад тебя видеть Это совершенно взаимно Я тебя год не видел Об этом мы говорим чуть позже Мы обычно Музлов начинаем с песни Давай Давай Да давайте, пацаны, начинайте уже Давай Я, кстати, обожаю Босанову Серьезно? Почему вы свои песни не поете в Босанове? Потому что мы Артикап Аня Дзимова в гостях в Музлов-то, погнали Нежно меня коснись Я губы кусаю Я разум теряю Ты крепче за нас держись И не отпускай И я не отпускаю К тебе спустилась с небес дождём На деке осталось в сердце твоём Ты всё, что мне нужно Ночью и днём быть с тобою вдвоём На твоей ладони всё начерпано Андрей Анас Я тебя искала столько раз Столько раз Все, что ты захочешь Мы разделим По плам Я тебя нашла И больше никому нету И больше никому не отдам Я больше никому не отдам Все, что ты захочешь, мы разделим пополам Я тебя нашла, и больше никому не отдам Ближе ко мне сейчас И предусловения стирают сомнения Кроме нас, тепло твоих рук, твое притяжение Теряя время, еще тут створю И между нами только лишь боль И все, что мне нужно, ночью идем быть С новою поем, поем, поем Раз, два, три, четыре На твоих ладонях все начеркнуло Я тебя искала столько раз, столько раз Все, что ты захочешь, мы разделим Я тебя нашла, и больше никому не отдам Я больше никому не отдам Я больше никому не отдам Я больше никому не отдам Все, что ты захочешь, мы разделим пополам Я тебя нашла, и больше никому не отдам Пополам я тебя нашла, и больше никому не отдам Тебя целует, говорит, что любит Ты ночами обнимает, сердце прижимает А я мучаюсь от твое со своей любовью Фотографии в альбоме, а тебе напомнить А ты пострелять летунами, бай-бау Попадает сердце, остаешься там Любимка, я просто драчу себя Я просто драчу себя Любимка Браво! Ай, я так рад тебе видеть Это взаимно Ты понимаешь, что у нас здесь все на импровизации будет сделано И все, что у нас здесь происходит, мы за это ответственность вообще не несем Ни в коем случае Да, я готова О, круто, нам вентиляторы принесли Боже мой Аж душа какая Как хорошо Очень приятно Это случайно получилось Я помню, я тебе позвонил в какой-то день Ты прям такая, Стасиан, у меня вообще нет сил Я вообще не понимаю, что происходит Я помню Я просто умотана И мы А до этого До этого мы летали в Уфу Как сейчас помню Да Ты просто пришла вот такая в капюшонное дело Зашла в автобус Села в самолет Мы летели втроем Я, Мот и ты И ты просто спала всю дорогу Я понимаю, что напряженный график гастроли у вас Я сплю везде, где можно сидеть Везде Ты сегодня не уснешь на программе? Нет Нет, я сегодня бодренькая Мы сегодня много будем пить У нас проснулась я сегодня в 4.30 утра Почему? Спроси у кого-нибудь, почему? Я тоже проснулась и думаю, почему? За что? Ну, так А потом уснула еще на часок Режим сбила Да нет, мне кажется, только настраиваются Я играла в Лилу на днях Игра Лила, знаешь такую игру? Лила, слышал Лила, да Она такая про вопрос Я играл в Уно недавно Вот на Уно подсел, на Лила нет Нет, Лила это про другое Уно это развлекательная больше игра А Лила, она про твои внутренние вопросы Более духовная игра Ей больше двух тысяч лет этой игре Так И ты там задаешь игре вопросы Бросаешь кубик И она тебе отвечает И тебя там с низших уровней поднимает на высший Короче, можно играть около 12 часов в эту игру Вообще Она глубоко тебя в свои какие-то размышления запускает Опускает, я не знаю, вводит И вот там у меня выпала клетка Где трактовалось, что я должна просыпаться с рассветом То есть 4.30 утра Мне кажется, это был легкий намек от вселенной Что, малая, хорош Как бы давай просыпайся И честно, я проснулась супер бодро Я вообще не могла уснуть Что как бы не странно Наверное, это мое время Но потом в обед меня бы вырубило по-любому Вас вырубают в обед, когда покушал Вот это вот состояние сразу Мы не едим Мне кажется, их вообще никогда не вырубают Огромные, крепкие мужики Даже если ты легла спать в 2 часа ночи Ты проснешься в 4, что ли Ну нет, надо режимчик налаживать Что-то делать С нашим графиком гастроли С нашим графиком режимчик нам не светит А почему я недавно позвонил Вы в Монако где-то были У кого-то выступали Там был фестиваль Монакской песни Фестиваль монакской песни, да И мы там пели И Стас Михайлов там выступал Вот мы были с ним Мы только что вспоминали Стаса Михайлова Он классный Да? Он прикольный дядька такой Не знаю Он прям классный дядька Лето Давайте вспомним какие-то летние песни По очереди Вот песню вспомним Где есть лето Помогайте Если лето Просто проводим лето Лето хорошее было Столь мажор А что это такое? Столь мажор Какие песни летние есть? Та-да-та-та-та-та-та Ты знаешь эту песенку? Песенка о лете Не знаешь? Нет Серьезно? Так, ну давай Подожди У меня, знаете Это долго-долго-долго А не-не-не-не-не-не Это знаешь, как я старый песен? Вот оно какое наше лето Лето ярко зеленью одето Лето жарким солнышком согрета Дышит лето ветерком Ты так классно поешь? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Клево. Так, еще знаешь песни, где есть лето? Пугачева. Честно, нет. Где, кстати, замечательные слова, когда... Я прошу прощения. Да, конечно, помогайте. По поводу текстов мы все время разговариваем. Там замечательная фраза. «С ручейком играю в прятки». Вот все музыканты обычно и... У Пугачевой песни? Ну, конечно. «С ручейком играю в прятки». Это песня «Лето» называется. Певица обычно, когда поет, ее смех разбирается. Знаешь эту песню? Нет. Да хватит. «Вся земля...» Не знаешь? Сколько тебе лет? 40. Вот, а мне 30. Ты чуть-чуть ошибся поколением. Ты современные песни будешь петь, не знаешь? Нет, но я знаю такие, которые мама меня там учила какие-то. Но мама же здесь сегодня. Ну да. Вы же знаете песню Аллы Пугачевой? Она мне маякует. Типа, да, да, бой. Я не знаю, что это за... Я так хочу, чтобы лето не кончалось, Чтобы оно за мною мчалось, За мною вслед. Я тебе текст даю. Я так хочу, Маленькие мы, взрослые, Удивительные звезды, Дарили свет. Эй! Лето, ах, лето, Лето звездное, Звончик, бой. Лето, ах, лето, Лето звездное, Путь со мной. Классная песня. Честно говоря, Дунал, ты знаешь, Знаешь, что есть? Нет, есть. Этот. С ручейком. Да, подожди. С ручейком. Это так. С ручейком. Летний дождь, Летний дождь, Начался сегодня рано. Еще есть, знаете, какая песня? Я ее не спою правильно, Но я знаю только кусочек. Это моя любимая песня. Мама мне всегда ее пела. И мне казалось, Что это, короче, Песня какая-то колыбельная. Не знаю, Мне казалось, Что она меня укутывает. Есть такая песня. Спи ночь в июле, Только шесть часов. Вы знаете эту песню? Ночью, да-да, Тебе, родная, Спи ночь в июле, Только шесть часов. На-на. Как там? Короче, как она называется, мам? Сейчас пою. Давайте. Давайте споем, знаете, что, Летний дождь. Да, давайте. Давай в регги ее споем, да, Какой-то летний дождь. Нет? Нет, я могу как угодно. Ща, только слова. Песня «Летний дождь» Тальков Исполняет Анюта. Пометь уже не жалеет. Три, четыре. Пометь уже не жалеет. Так, давайте вступление. Пометь уже не жалеет. Ты перелетная птица Счастье ищешь в пути Приходишь, чтобы простить и снова уйти. Летний дождь, летний дождь, начался сегодня роман. Летний дождь, летний дождь, в моей душе моет рано. Мы погрустим снег вдвоем, после плава окна. Давай ты внизу. Летний дождь. Нет, нет, сейчас. Раз, два, три, четыре. Летний дождь, летний дождь, смешит нелегко и просто. Что придешь, ты придешь, ты придешь, но будет поздно. Не своевременность, вечная трома, где и все он, и она. Класс! Петухов напускала, но от души. Нет, это клево. Ты обладаешь уникальным голосом, я не побоюсь этого слова, потому что когда ты начинаешь петь, сразу же слышно, что это поет солистка группы Айсти. Сразу слышно, что это поет Дзюба, Анька Дзюба. Дзюба поет. Это очень приятно, на самом деле твой голос, он не похож на другие, и я тебя поздравляю, что Боженька наглядил тебя именно с этой историей, потому что это очень приятно слышать, и всегда любая песня в твоем исполнении, она сразу же. Спасибо. Топ, мы обязательно сегодня с тобой еще попьем, пока еще хотел с тобой пообщаться, поговорить. Вот у тебя мама сегодня с тобой пришла к нам в нашу музыкалушную, какую музыку ты слушала в детстве? Какие плакаты висели у тебя на стене? Потому что вот они меня все время за Backstreet Boys, я говорю, слушай, ну... Тогда больше нечего. Мы не ругаем, мы просто удивлены очень сильно. Чтобы мальчик любил Backstreet Boys, девчачья группа. Больше некого любить просто было. Были русские артисты из зарубежных, были Backstreet Boys. Девочки все любили Backstreet Boys, понятно. Н-Синг были еще. Н-Синг. Все. Я недавно смотрел документальный фильм. Все, как бы, ребят. Это конец. Но это был... 92-й год, 91-й. Бридни Спирс еще была, но это было бы... Ну, хотя, мне кажется, мы всех без разбора вешали. 91-й год был популярен очень на мальчковой группе, и один продюсер потом, которого в итоге посадили за махинацией, он создал Backstreet Boys, он создал NSYNC, он пошел дальше создавать другие группы, но самые популярные были Backstreet Boys и NSYNC. Они между собой постоянно ругались, а у них была конкуренция, но в итоге они поняли, что один человек просто их ссорит. Ты слушала дальше, вот как раз пошло уже девичье поколение групп, ты что-то слушала из Spice Girls или что? На какой музыке ты выросла? Расскажи, пожалуйста. Честно, я росла на музыке, которую мне играла мама на гитаре. Это вся музыка, которую я помню. Вы играете на гитаре? Да. Мама классно играет. Она еще и на фортепиано играет, но я узнала об этом где-то год назад. Когда увидела, говорю, мам, ты что играешь, что ли? А вы родная мама, да? Не похожа. У меня сестра на нее похожа, а я в папу. Я как подкидыш, но я не подкидыш, правда. Я своя. И у меня все, что слушала сестра, слушала и я. Все, что слушала соседка, слушала и я. И, собственно, у меня мои музыкальные вкусы формировались исключительно с мамой. И любимая моя песня, это была песня Владимира Преснякова «Кот в мешке». Ты помнишь эту песню, нет? Нет. Мы же разными с тобой поколения. На высоком там на бережке Продает старик кота в мешке А в мешке такая темнота А я куплю и выпущу кота Ну, конечно, такая песня классная И я обожаю эту песню С детства прям я ее безумно любила И недавно мы встретились с Владимиром Пресняковым в аэропорту Когда уезжали из Питера И он говорит, ну, странно, что молодые там артисты даже иногда заказывают корпоративы Он говорит, я не понимаю, как они вообще, ну, как мы сочетаемся с ними, да? Прям это из очень молодого поколения крутых артистов Не буду называть имена Я говорю, слушайте, я как бы тоже молодое поколение достаточно крутых артистов И, говорю, я, ну, это неудобно говорить Но я на ваших песнях училась петь Я говорю, кот в мешке И он такой, я кто-то слышал вообще? Я говорю, что это моя любимая песня? Я говорю, вы издеваетесь? И он такой, ого, классно, прикольно Я сразу, естественно, кусочек напела Такая счастлива Он говорит, да, ого, мне так приятно Я думала, эту песню никто не вспомнит уже Я говорю, видите как? А вот я на ней петь училась А Зурбаганы и все такое? Зурбаган у меня сестра пела с мамой У нас были песни разделенные под гитару Которые мама стомила и с сестрой пела И я, типа, с мамой пела И все Ну, на всех праздниках семейных мы садились за столом И был момент уже Неси гитару, Томочка! И начиналось Аня! Я там садилась с мамой Детские песни не помнишь, которые исполняла? Да я всегда была взрослой Ты что, какие детские песни? Ты видишь меня и детскую песню Я начала свою карьеру Певческую скота в мешке Какую песню спеть тебе, родная? Спи ночь в июле тут Пофиг! Ше часом Сделаю Тебя, когда ты дремлешь Засыпая Я словно колыбель Качак готов Я словно колыбель Качак готов Вот Спи ночь в июле Только Ше часа Не смыкается Надо ниже брать Тонналисты вообще сумасшедшие взяла Что-то у меня, да, не то Я так низко неудобно Спокойной ночи Говорю я снова И верую Я, ты думаешь, тебя слышу, мама Когда тебе два этих тихих слова Промолвет кто-нибудь позднее меня Вот теперь попало Промолвет кто-нибудь позднее меня И вот этот момент Спи ночь в июле Только Ше часа Классная она Но петь я ее не могу Только мама так может Такое слово, слушай Ребята сыграли, говорит, в мужской тональности Поэтому тебя Сорян Почему ты не задумываешься О вот сольной карьере Именно Как Вот карьере Именно сольной артистки Слушай, не то, чтобы я не задумываюсь Но, во-первых, у нас Артом, да, у нас Офигенный тандем У нас офигенная группа Я вообще не совсем понимаю Зачем Уходить оттуда, где тебе хорошо То есть в параллели, в принципе У нас нет никаких запретов Там, типа Не запиши песню Или не спой ничего сама У нас этого нет И одно другого мне мешает Зачем рушить классную нашу семью Да, из-за каких-то амбиций Которые могут возникнуть Если там в себя поверить Я никогда не переставала в себе верить Я всегда знаю, что если я захочу что-то спеть Я приду к арту и скажу Типа, бро, у меня вот Мне хочется спеть песню И я ее спою То есть мне не будет такого, что Не смей Нет Ну как бы это уже не про семью Это не про взаимопонимание И у нас абсолютно Я же говорю Такой, не знаю Гармония, наверное, в понимании Поэтому я не вижу смысла Рубить руку Или сук, на котором ты сидишь Когда тебе и так хорошо У нас сейчас самый классный вообще момент Мы 10 лет ждали Чтобы мы вышли в топ И я такая сейчас Слышь, братан Пока Я что, дуру, что ли? Ну как Зачем это делать? Мне классно Мне комфортно И я недавно как раз Говорила с Артом А мне на день рождения Подарили очень классную песню Дима Лорен Подарил песню мне Это наш автор Который все песни написал Мы с ним очень близки душевно Он все песни написал Не зная меня Но как будто бы про меня То есть я прям их Когда слышала в первый раз Мне казалось Как ты знаешь вообще Любое мое ощущение Все, что я чувствовала Все мои какие-то траблы в жизни Какие-то переживания Он знал все Я поэтому очень хотела С ним поближе познакомиться И когда мы познакомились Мы поняли, что мы просто Две души Которые вот родились В какое-то время Разные, да Жили на разных полюсах А потом хоп и сошлись Я голос его песен И вот он написал песню Мне на день рождения Про меня Про маленькую девочку Анечку И как я вроде как С ней общаюсь Чтобы ты понимал Когда он ночью приехал Меня поздравлять Он мне подарил Такую флешечку В виде сердца Подарил эту песню И когда они ее включили С моим мужем Я ревела Сейчас говорю У меня слезы на глазах Я ревела просто как дурна Я не могла успокоиться Просто у меня слезы ручьем Потому что, знаешь, есть разговор со своим внутренним ребенком И мы не часто его позволяем себе Это был мой самый такой честный, искренний разговор Через песню, которую мне подарил Лорен Со своей маленькой Анечкой Песня такая невероятная И вот я уже договорилась с Артиком Я ее запишу И он поможет мне ее выпустить Как свою И она вот скоро увидит мир Очень-очень красивая песня Просто невероятная Я ее еще даже не выучила до конца Но начинается она со слов Там 24.06.90 Она любовь на маленький космос Ну вот такая Короче, 24.06.90 Это дата моего рождения И она вот такая прям Я не вечно могу говорить И вот это моя песня Ее я хочу спеть сама А остальное, ну, как бы Нет, я не поняла моего вопроса Просто я не в плохом смысле этого слова говорил Это понятно, это понятно Тема потрясающий То есть то, что он делает Да, он Во-первых, вы те ребята Которые все делают с душой Это да Мы труш Да, вы трушны Я много с вами работал Ну, не много, несколько корпоративов с вами работал Как вы выходите, как вы делаете все Без всяких понтов У вас клевый саунд Прописанный клевый в аранжировке Народ вас любит Вас смотрит многомиллионная аудитория Я, кстати, вот пару клипов-то смотрел Когда готовился к нашему сегодняшней с тобой встрече Там и по 200 миллионов И по 245 миллионов То есть вы практически Спайс Гелс И Бэкстрит Бойс Кто бы мог подумать, да? Кто бы мог подумать Когда вот мы с Томилой разговаривали Что ребята приезжали в Челябинск Да, еще на концерт Давным-давно И вы собирали там всего тысячу человек Сегодня к вам толпами приходят на стадионы И тот мой посыл был, который Ну почему бы параллельно Дане Делать какую-то сольную карьеру Ведь ты же раскрываешься по-другому абсолютно Вот, допустим, в тех песнях Которые у тебя сегодня вот в душе есть Ну да Но это больше история, наверное, про караоке Я прихожу в караоке Выливаю душу с видишком Серьезно? Конечно Я же хожу Но свои песни тоже не всегда хочется петь Это же работа Это всегда работа, понимаешь? Ты поешь первые полгода ее от души Как в первый раз новую А потом это становится рутиной, понимаешь? То есть я ее чувствую, понимаю Но такой, знаешь, эйфорической радости Типа Это новая песня Такого у меня нет Ну, я думаю, ни у кого этого нет Когда ты одно и то же поешь У тебя есть песни, которые достали тебе уже? Ну, которые неохота петь? Да, ты знаешь, был момент, когда мне очень надоела песня Райди на двоих Поем Нет, это не проблема Я могу все спеть Жду, жду Знаешь, почему? Потому что мы работали У нас была маленькая еще тогда программа достаточная И мы пели ее в начале и в конце на виз И типа там у нас несколько концертов вечером И я пою ее шесть раз за вечером Потом на следующий день еще шесть раз Или там по два раза на концерте И честно, она прям надоела Я уже не могла и петь Мне казалось, что людям она тоже надоела И что они слушают, им нормально Я потом уже поняла, что, ну, это я ее пою каждый день А люди-то ее моим голосом не слышат каждый день И им наоборот прикольно услышать Это как нам, например, ну, там, я не знаю, мне услышать песню вот этого Как мне сегодня хочется Рядом с тобой, только с тобой рядом быть Скрасит твое одиночество Такая песня И лишь тебя одну люби Давай споем Давай Ты подойди поближе Да? Давай, класс Давай Вот руки вверх, Сережа Жуков Какой он, какой он крутой человечище Какой он артист Я его обожаю Кстати, все мое детство вот с сестрой прошло под Сережу Жукова Я телевизор целовала, когда видела, как он выступает с «Крошка моя» А я думал, просто выключенный Телевизор? Да Нет, я видела Сережу Жукова Я бежала просто «Крошка моя, я по тебе скучаю» Сестра уже такая молодежная, такая телочка была А я, типа, ребенок все повторяла И любила его страшно А потом у нас вышел совместный клип и песня И я такая, боже, спасибо Как вот, да, случается? А у меня ассоциации, значит, песни Сергея Жукова Это база отдыха в Челябинске Я сижу с девочкой Я уже в 11 классе учился Она, по-моему, в 10 А я сижу с девочкой и пытаюсь откровенно подкатить, сказать «Я люблю тебя» А там играет на дискотеке что-то из Жукова Кстати, по-моему, чуть ли не эта песня Ты что, это все медляки, все поцелуи первые были под ним И она мне отказала Сучка! И спустя энное количество лет Когда ты записала клип с Жуковым А я уже был Стасом Ярушиным Я ее видел в Челябинске и сказал «Пожалела» Вань, ты знаешь эту песню? Итак, песня Сергея Жукова Сергей, мы вас ждем в программе «Музлофт» Сережа, обожаю тебя Приходите к нам, пожалуйста Хватит присылать мне смс-ки Поддержите меня с новым клипом Приходи сюда и расскажешь про свой новый клип В конце концов, сколько можно, я тебя звал Пишите Жукову, а прямо сейчас мы с Анечкой споем песню Сергея Жукова, которая называется «Ты подойди поближе» Кто начинает? Вместе давай Начинай Один, два, три, четыре Ты подойди поближе Присядь со мной рядом Я не могу тебя так долго ждать Как быстро ночь промчалась Ваня лоханулся Ни губ слияния нежные Мне больше никогда не испытать Еще раз повторяю Теперь ты Ты подойди поближе Почувствуй, что я рядом Пойми, что никуда я не уйду Позволь мне насладиться Твоим влюбленным взглядом Ну где еще такую я найду Припев Как мне сегодня хочется Только с тобою рядом быть Скрасить твое одиночество Только тебя одну любить Я прошепчу тебе ласково Нежной рукою обниму Солнышко, ты мое ясное Я не отдам тебя никому Поехали Ну вот сыграю бы, Ярик, что-нибудь Просто проигрыш Ванька там, конечно, нажал немножко Я прошепчу тебе ласково Нежной рукою обниму Солнышко, ты мое ясное Я не отдам тебя никому Давайте закончим все Немножко не тебе нужно там играли Жоков, ты бог Ты бог песни романтики Любила его страшно просто Ну у меня сестра, я же говорю, такая уже повзрослее У нее там все эти медляки были А я с цикуха была Но я делала все, что делает сестра И я смотрела на это чуть по-другому Я просто Вот мне нравилась музыка Слова еще я не понимала Я именно как-то музыкально воспринимала эти песни И потом первые медляки У меня сразу ассоциация Сестра, да, вот классно, это же песни классные такие Там в лагере медлячок Это даже поцеловались с мальчиком первый раз Там все дела Первый поцелуй во сколько был? В 13 или 14 лет, по-моему, первый раз я поцеловалась Прикольно? Мокро А в каралки заходишь, вот Поешь песни группы Арктики Айси? Нет Не хочу Во-первых, я Это я, сейчас смотрите Не-не-не, я этим не занимаюсь Мне хватает работы, мне хватает выходов на сцену Я в этом плане, ну, такой стеснительный, да, человек Я не хочу ходить, бить себя в грудь Типа, вот я артистка, привет, я Артикасти Смотри на меня Я сейчас тебя засру И ты поешь херово А я буду петь классно Нет, такого Мне даже по жизни не хочется там ходить И светить тем, что я артист Мне даже неудобно, когда ко мне подходят фотографироваться Ну, вроде как кайфово, да, что меня узнают О, наконец-то Но мне как-то тоже не по себе Потому что иногда там в магазине нижнего белья Я не могу купить белье Потому что мне такие Ну, ты не заходи в магазин нижнего белья Мужской Мужской? А что я носить там буду? Мне нужен магазин белья, где я покупаю тебе то, что нужно Я сначала думала, они здрасте говорят Там понимаешь, что даже продавщица так Асти-Асти Думаю, да хоть бы тише говорили Ну, как трусы-то выбрать теперь А я обращаю внимание, что я стал отзываться на Когда идет С Стас Стас Такая вот тебе С Я что ли? Это я, я здесь И что ты поешь в куроке? Короче, в куроке я прихожу Я только в два караоке ходила раньше Сейчас только в один караоке У меня там знают Я там уже 10 лет пою Вот, я знаю всех звукачей Я знаю всех, кто там работает Управляющую знаю Я хожу туда вот Все время, сколько я живу в Москве Я хожу только туда Мне дают мой отдельный столик Мне даже дают охранника Чтобы меня никто не обидел И я себе подружка Чтобы подпел Ну, ну да Но он иногда подпевает, конечно Но это не вижу я Забавных случаев не было? Никаких в караоке у тебя? А, блин, честно Был, был случай Это в этом же куроке Девочка подходит ко мне Такая, блин, ты так поешь классно Я просто, ну, может ты оставишь свой номер Я могу тебя спродюсировать Это было буквально два года назад Или год назад Серьезно? А я говорю, слушай Ну, мне не очень это нужно Она говорит, не, ну че? Ну, я говорю, типа, ну У меня группа есть Я пою уже 10 лет У меня все хорошо Она какая? Я говорю, ну, Артика и Астина А я думаю, голос похож Что ты, что ли? Я такая, ну да Ну, я ж в бубен не била Когда заходила Я тихонько зашла себе и пою Такая, вот, блин, прости Мне так неудобно Ну, я понимаю Она подошла мне продюсировать Я уже 10 лет пою Но как бы не очень комфортная ситуация получилась Но это было смешно Давай из того, что ты кайфуешь петь в караоке Я знаю, что ты Кристину Си Я всегда с нее начинаю Серьезно? Да В караоке всегда я с нее начинаю Кстати, когда я с мужем познакомилась Я пела эту песню Он снимал меня на видео У нас до сих пор где-то есть это видео Вот я пела ему В глаза смотрела И рассказывала Как будто вот у меня сердце прям ранено Но он тогда мне еще не успел понравиться Он просто такой, ну думаю Симпотный, классный чувак Мы про мужа поговорим потом Попожай обязательно Ну вот у нас знакомство тоже с ним началось С этой песни С этой и с Шеллоу Да, две песни я пела О, круто Давайте споем Кристину Си И потом поговорим Подробно о знакомстве с мужем Это же интересно Давай, конечно А то тебя все привыкли видеть с Арктиком Часто спрашивают Все до сих пор думают, что мой муж и жена То есть у нас в Инстаграме, когда мы выставляем фото с семьей Он с Раминой, с детьми Я со Стасом Пишут Стас-то мой муж О, блин, а что? Да Стас-то мой муж Одно имя Час как? Видишь, как я запнулась Нехорошо Короче Когда он выставляет Артик С женой, с детьми фотку Все пишут под фоткой О, что я думала не с Састи вместе И расстраиваются Ну, типа, я не знаю, что они делают Ну, типа, ребята, вы в Инстаграме У человека находитесь Вы что, не видите, что это его семья? А у меня моя семья Ну, как бы, до сих пор люди есть в неведении Которые думают, что мы пара Я тоже сталкиваюсь с тем, что люди до сих пор думают Что я учусь в универе Давайте Кристину Си Да, давайте попробуем Тебе не будет боль Когда я уйду Ты не заметишь даже Ты опять в бреду Пускаешь сердце в хлад Теперь ты знаешь сам Тебе не будет боль Ты сразу не поймешь Когда мороз покошь И по сердцу дрожь Я без тебя ушла И вечно замерла Это был короткий сон Долго шла к тебе навстречу Сердце обжигается огнем Но я Я не смогла Найти причину быть с тобой Но без тебя Я не могу найти покой Я не смогла Увидеть свет твоих глазах Прости меня Я не смогла Я не смогла Вот такая песня Чужие песни долго не буду петь, чтобы их не рекламировать Кайф Я очень редко Захожу в караоке И последний раз я был там Вот позавчера Очень редко, но был позавчера Я зашел просто У меня супруга там сидела Со своей подружкой И мы что-то зашли И я не знал, что это касок караоке Они потихоньку стали наваливать У меня случай был в караоке Когда я спел песню Одну Миши Бублика Она называется Такие новости Ты знаешь певца Миши Бублика Да, недавно рассказали и показали И песню даже напели Но я забыла опять, как она поется А я тебе сейчас напою песню Такие новости Знаете, такие новости песню Мы в свое время Бубла Посмотрите, там вас в архивах есть Я расскажу И значит, я Пою эту песню И рядом стол Говорит Да подожди Они громко разговаривают Они выпили Они говорят Да это же Антоха из Универа По-любому Один говорит Слышь, да нет Ну тот так не поет Тот алкаш Все Пожалуйста При этом я алкоголь вообще не употребляю Ну по тебе видно, что ты не алкаш Алкаша за километр видно Ну правда же видно А тебя нет Видно, что ты нормальный Ну в смысле Ну алкаши тоже бывают нормальные Я обожаю творчество Мишки Бублика И Мишки Бублика И тоже все Заваю его в музлофт Он говорит Я смотрю Но я обязательно приду Так что, друзья Тот, кто нас смотрит Вы просили Аню Она здесь Вы просили Бублика А меня просили Да, конечно Спасибо Очень много пишут же Мы как раз Класс Наши подписчики Те ребята, которые смотрят Те ребята, которые Являются большими поклонниками Они подписываются на канал Смотрят, лайкают Ребят, продолжайте это делать Подписывайтесь Лайкайте обязательно Комментируйте Хватит лайкать клипы Артики Айстик Потому что они Миллионные просмотры Нам нужны миллионные просмотры Чтобы мы заходили в топы Нам это очень важно Поддержите нас, пожалуйста Потому что то, что мы здесь делаем Это абсолютно трушная история Это от души Это от души Бублик Давай Такие новости Это веселая песня, нет? Звучит-то как Да Скажи одновременно Меняются времена И все непонятно мне Фа, мне Я не успеваю жить Один плюс один сложить Что правда здесь, а что нет Как поешь, ну? Ночь Завишу от тишины От осени до весны Я снова живу во сне В том сне Твоей моей войны Свободы или тюрьмы Пытаясь оставить след И узнать здесь, что да, что нет Уходи, дверь закрой так Чтобы осталась пустота Чтобы я мог помечтать Снова один, прости Над нашей пропастью там В оржи играет труба Такие новости Класс Класс Спасибо, ребята Я еще кайфую так от бэнда живого Не могу, обожаю просто У меня папа был барабанщиком Так И когда барабаны играют Я прям не могу У меня жопка усидеть не может на месте Ты ни на чем не играешь? Ни на каких музыкальных инструментах? Ну, только на нервах Я так понимаю, что у вас вообще музыкальная семья, правильно? Ну, мама, да Пела с папой в ансамбле Они там как-то познакомились И пели вместе Папа играл на ударных Потом в рестиках они работали вместе Папа играл на ударных А мама пела Да, мам? Да Да Нормас Ну, вообще На Украине-то очень творческие люди Я могу так сказать Ну, да Земля какая-то плодородная просто Мы на сале растем, поэтому Да я вообще тебе могу сказать, что Поэтому все гладко На Украине В шоу-бизнесе вообще все в полном порядке Ну, мне кажется, и нет В России тоже Ну, то есть везде, мне кажется Это понятно Но я думаю, что То, что делают ребята там Это очень круто В чем, допустим, успех сегодня Монатик и Наде Дорофеевой Я же видел недавно видео Когда Монатик приходил на Шоу Талантов Вот И типа Парень Я смотрела это шоу Талантов Да, парень Ты никто И звать тебе никак Условно И иди отсюда И таких примеров много И у нас тоже говорили Некоторым ребятам Которые сегодня там На волне популярности Но Кто-то искусственно Типа крутой стал Я потому, что за такие Для меня музыка Это вот Определенная Вообще Стезя в жизни Для меня это Разговоры вечные Понятно, что Они никогда не закончатся Но я отношусь к музыке Очень Так Вот Жестко В том плане, что Я считаю, что Человек может петь разную музыку Но он должен петь по таланту Выходи и живьем пой Не надо никого обманывать Когда ты выходишь Паешь не в тональности Это караул Вот В чем сегодня Такой классный феномен Монатика и Надя Дорофеева Они же разрывают сегодня И там они делают все очень круто Слушай, они самородки Чтобы ты понимал Надю Дорофееву Я знаю еще очень давно Я еще училась в школе Я была Не была артисткой Никем не была У нас в школе В лицее В Черкассах Проводили конкурс Зоряный дождь Звездный дождь Назывался И там приезжали конкурсанты Со всей Украины И в общем Нас как В общем Это от лицея От нашего Директор делал конкурс И лицеисты должны были Сопровождать конкурсантов Вот я сопровождала Надю Дорофееву Она еще была тоже там Ну юная И я была Я ее по-моему Младше на то ли два года Что-то такое И я ее сопровождала На этом конкурсе И она победила Мы так за нее топили Она так пела У нее была супер крутая песня Я все пыталась Сегодня потерять в памяти И я ее потеряла Она такую песню на украинском Пела красивую еще У нее такой голос И мы за нее топили Вообще очень сильно Всем лицеем топили И в итоге Представляешь Мы потом пересекаемся Как бы Мы пересеклись с ней Лично прям Увиделись На жаре Я подошла к ней Говорю Надь Ты знаешь что мы знакомы Я говорю Зориной дождь Она такая Да ну Типа Ого Прикольно Ну то есть вот так Мы как Встретились раньше До нынешней жизни И это было очень классно Но очень талантливые девчонки Такой же монатик Главное верить в себя И обладать талантом Человек без таланта Ему сложнее пробиваться Он просто хочет Я не знаю Быть популярным Просто хочет петь Не знаю Создавать Даже не создавать Петь песни И зарабатывать на этом деньги Наверное это так Человек с талантом Он не может без этого жить Вот в этом разница Это не бизнес Вот для меня это не бизнес Я была помощником адвоката Я просто отодвигала Все на свете Да простит меня мой начальник Если он вдруг это когда-то Увидит бывший Я все отодвигала Все там эти кодексы И так далее Я сидела Я стишки писала Я новую музыку слушала Артика кстати тоже слушала Сутками я сидела И на работе филонила страшно И потом я вечером уходила Работать в караоке Там я отпевала Все что могла и хотела И потом шла снова на работу То есть музыка Это то что Талантливого человека Не покидает Ты же спать не можешь Ты хочешь петь Все у тебя все время поет Что-то внутри И это Вот это как раз Мне кажется про талант Когда вот тебе не спится Спокойно если ты не поешь И ребята Они из таких Которые вот действительно Бог подарил им Особенность Которую нужно использовать И они не могли бы Не быть услышанными То есть это Вот как раз те люди Которых должны слышать Точно так же как мне повезло Как я вообще попала сюда Из Черкасс Непонятно как По сути То есть это история за ушки И дошла вот до такого уровня Что Раньше телевизор С Сережей Жуковым целовала А потом фит с ним записала Через 10 лет Это знаешь Это не однодневная история Это не выстрелить с одной песней Да И стать супер популярным Классным Крутым Но неизвестно насколько Это 10 лет Идти к своей цели И дойти до такого уровня Вот это прям я считаю круто И это без таланта И без упорства Не пройти То есть это надо прям Вваливать Работать Сильно Не сказал Вот Ну да Ты меня понял Да И тогда все получится Вот Кирилл Остапов Рассказывал историю Что У нас вот как раз Только появился голос Появился Проект Таланты Там Звезд Я не помню Как называется Главная сцена Появился проект И говорит Только вот стали выходить На В телек Те люди Которые действительно Обладают голосом Талантом И тут Появляется Тикток И понеслась Не дави на больное Я не давлю на больное Потому что Я бабушка В этом плане Старая бабка Которая Знаешь Ворчит на лавке И говорит Тут пошла там девка Ах ты Проститутка Ну Да Такая я вредная Не могу новое принимать Я инстаграм завела Чтобы ты понимал Меня заставили просто Ну как Артик Ну тебе надо Ты артистка Ты должна что-то развивать делать Последняя вообще Из всех знакомых Которые вот Где-либо были у меня Я завела инстаграм Меня практически заставили Сказали Тебе надо Я говорю Зачем мне это время Ты теряешь Лица свои Фоткают все время девочки Зачем Сейчас делаю то же самое Так мы Я тебе про то говорю Что те люди Которые выходят И выбрасывают Свои именно треки Туда в тик-ток Вот я допустим Ну я не понимаю Ну хорошо Вы делаете такую Коммерческую музыку Которую мы называем Но почему вы не выходите Потом и не поете Это все живьем Мы что хотим То и делаем Я вот по этому поводу Всегда Дедуль Ты тоже дедуля знаешь Да я не дедуля Деда Да не дедуля Серый поддержи меня В этом плане Ну елки-палки Это новое поколение Это надо принимать Это сейчас идет смена Вообще полностью Всего Всей энергии Во вселенной Правильно я говорю Да Она у меня шарит За это за все Какая смена Всей энергии Все меняется сейчас И вот сейчас Нашему поколению Артистов Которые Всегда поют Вживую Стараются Действительно Вваливают Я там 10 лет Работаю над этим Своим статусом Артистки мощные Тут просто пришел Какой-то пиздюк Понимаешь Спел Что-то в тик-токе Подергался И это хит И ты типа такой Еще и бабок За это получил За стримы Херову тучу И ты такой Как бы Я 10 лет К этому ушла А тут пиздюк Спел и станцевал И как бы Еще и миллионы Заработал И ты просто офигеваешь Как так получается А прикинь Как еще предыдущему Поколению артистов Которые не были Как мы У них даже стримов не было Что им вообще делать Застрелиться Всю 25 лет Люди работали Не знаю Все по концертам Все концертами Зарабатывали Ножками, ручками Танцевали Летали Ездили Губками двигали Пели Понимаешь Связки напрягали А сейчас можно За прослушивание Деньги получать Можно стать успешным Просто Тебя крутят везде И тебе зашибись Интернет Музыка платная Ты представляешь Как им Это то же самое Тикток пришел Мы такие Да ладно Капец Пиздюки Что там делают Ну реально Ну кажется же так По-гоповски А ты когда-нибудь Пытался снять тикток Это просто Да невероятно сложно Ну я снимаю туда Мне прикольно Для меня тикток Это я свои тараканы Туда выбрасываю Ну вот А вот эти штучки Тан-тан-тан Вот эти вот Все штучки Как они танцуют Что-то Ать-ать-ать-ать-ать Я вообще не понимаю Молодое поколение Это другое Мы уже не поймем этого Мы уже бабушки Я не считаю чужие бабки Я просто еще раз говорю Я за талант Я за то Чтобы люди выходили Ну вот это тоже талант Ты попробуй так Подергаться-то Под музыку Под чужую Она Выходит от ответа Целенаправленно Я не могу Я на это вывести Или как Вы выпустили Недавно новую песню Какую? Она не я Это в одну строчку пишется Она не я Она не я Она не не Это не имя Она не 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 я Это новая песня Сколько ее? По-моему вот-вот она вновь Ну всего лишь пару недель Пару недель Да Двадцать Какой пару недель? Я вру по-моему уже более Миллиард набрали? Еще много Просмотров Слабаки Ну уже много Слабаки Уже девять миллионов прослушиваний По-моему или десять Но это было неделю назад Феномен конечно Ваша группа Это феномен Новая песня Она не я Прямо сейчас Аня споет эту песню Группы Артики Асти Послушать эту песню И скачать можно пройти по ссылке Под этим видео Можно не только песню скачать Альбом качайте А это целый альбом? Там альбом Да Миллениум Икс называется И это типа сейчас такой заглавный сингл Там даже клип есть Моднявый капец Как еще раз альбом называется? Миллениум Икс Миллениум Икс Альбом По ссылке Под видео Проходите Качайте Слушайте новые хиты Арти Касти Не забывайте Что это не только летние хиты Но еще и Осенние Давай прям сейчас Отрывочек из этой песни Да Давай Какая песня Какова красота Возьи Какая песня Ты пьешь с ней кофе по утрам И дым от первой сигареты бьет виски А я бегу по своим делам Уже без мысли Что когда-то мы были близки Бездарно все разрушит Так и не вылечит душ Опять наушники в уши И мой голос внутри А мне уже не грустно Ты теперь искусна И все наши чувства В этом МП-3 И вспоминай о меня И вспоминай о меня Который раз понимаешь Ведь она не я И вспоминай о меня И вспоминай о меня Но ты навидишь себя Ведь она не я И вспоминай о меня И вспоминай о меня И вспоминай о меня И вспоминай о меня Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Когда слышу я вашу где-то композицию, музыка играет в заведениях, мы в компании сидим, они все, о, Артикаст играет. Я говорю, ты знаете, у меня с Аней была очень гениальная одна история. Значит, в свое время я принимал участие в спектакле «Вернувшиеся». Да, я расскажу эту историю. Значит, «Вернувшиеся» — это иммерсивное шоу, это где дом, и он трех-четырехэтажный. Нет, ты сразу скажу, что там стрёмно, можно обоссаться, правда, от страха. Там взрослые мужики визжали, если что. Не знаю, не видел. Извини, что перебила, вот теперь я все, я жду. Ну, клевый спектакль все равно. Офигенный, но стрёмно, ну реально страшно. Свет выключают, ты идешь в темноте, просто кто тебе за жопу хрясь. Это не актеры, точно, вот за жопу хрясь, точно не актеры. Да нет, не было, не было такого. Ну мы пугали. Да нет, а, нет, мы встали у стенки, подошел кто-то и смотрит на тебя в темноте. Не трогают руками, но смотрит. Ты, блин, орешь просто, думаешь, сейчас тебя задушат. Ну хоп, и пошел дальше. Что, не страшно, что ли? Чтобы вы понимали, о чем она говорит, это значит четырех-трехэтажный особняк. Значит, актеры, в данном случае я принимал участие в этом спектакле, мы, актеры, исполняем свои роли, а гости, которые приходят, они в масках. Это не квест. Они ходят в масках, значит, и смотрят за диалогами. Они могут выбрать персонаж, и за ним пойти, и вот два часа за ним ходить, смотреть, как у него развивается. Ну то есть как-то в жизни, знаешь, за человеком идешь и смотришь, как у него что происходит. Там, короче, в каждой комнате что-то разное происходит все время, какие-то истории. И ты вот можешь наблюдать, как подсматривать, подслушивать, они тебя не видят вроде как. Я играл, значит, католика, такого пастора католической церкви, пастор Мандерс. И я Аню пригласил, значит, навернувшиеся. Да. Я говорю, приходите. Я хотела очень сходить. Приходите, это очень интересный спектакль. Значит, и у меня есть там так называемый personal point. Это когда я беру человека за руку и веду в комнату, выгоняю всех, закрываю, снимаю маску с человека и начинаю что-то с этим человеком делать, разыгрывать сценку определенную. Причем для человека это не страшно, он просто погружает моего в сознание. Значит... Я еще думаю, может, узнал, что ли, как бы, ну, думаю, странно, и идет вообще чужой человек. И он мне в эту комнату... Рассказывай больше. Я в эту комнату завожу ее... Я снял с тебя маску уже? Нет. Нет. Она не дала снять с себя маску, она сказала, нет. Я визжала и орала так... Она орет. Я не могу понять. Я не узнал ее. Он взял просто человека на спектакле, а это оказалась я. Я вылетела оттуда пулей, просто он меня отпустил, просто, наверное, чтобы я не обкакалась там на месте, потому что мне было очень страшно, я визжала, как сумасшедшая. Меня выпустили, чтобы не испортить вообще весь спектакль всем. А потом, я говорю, ты что, ты меня напугал? Он говорит, где? Я говорю, в комнату ты меня зачем забрал? Ты такой страшный был. Он говорит, это ты, что ли? Так это... Вы представляете? Я говорю, так это ты был? У меня такой вопрос до сих пор. Я тогда ей задал. А что ты меня-то испугалась? Что ты сейчас-то не боишься меня? Ты был в таком образе стрёмном, ты что? Я теперь поняла, что такое, когда актеры входят в образ. Реально, вот я сейчас вспоминаю, я заплакать готова. Мне так было страшно, так сычно было, что просто не описать. Ты другой, ты другой там. Вот сейчас вот нормальный друг мой, товарищ, да супер. А там это было очень страшно, очень. Просто у тебя глаза другие были такие... Сумасшедшие? Да. Мы с тобой говорили про украинский шоу-бизнес. И как раз оттуда есть огромное количество классных певцов. Что споем? Слушай, раз мама тут, споем песню «Чаривна-скрипка» Таисия Павали. Таисия Павали. Да. «Чаривна...» «Чаривна...» «И...» «Чаривна...» «Чаривна...» «Красавчик...» «Скрипка...» 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 «Чаривна-скрипка...» «Чаривна-скрипка» «Чаривна-скрипка...» 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 Не для мыны, а для иншую луна. Это просто очень такая тоже родная песня. Мы с мамой ее пели всегда под гитарой. Я всегда ее пою прям, типа как чернобрывцы я пою. Знаешь же эту, да, песню? Чернобрывцы в нас все ломаты. И вот эту черепную скрипку, это прям... Душа моя украинская радуется. Я не знаю, прав я или не прав, но вот когда мы с тобой познакомились, по-моему, ты тогда еще была одна. Да. И потом как-то Стас, мне кажется, появился резко в твоей жизни. Очень резко. Очень резко. И я уже, по-моему, когда звонил тебе, и ты была другая. Потому что... Пришпаренная уже была. Была при... Такая неземная. Ты очень резко поменялась. Вот ты когда была одна, ты была такая спокойная. Ты давала гастроли, тебе ничего не тревожило. Ты как-то была, знаешь, вот, ну, все равно. Вот я иду по течению. Вот иду, я пою песни, я зарабатываю деньги. Да, я строю себе карьеру. И в какой-то момент мне показалось, что ты с этим смирилась. А потом... А потом... Ты резко другая. Я звоню тебе, и у тебя в голосе что-то другое происходит. Ты устала, но ты, сука, бодрая. Вот такая. Это все он виноват. Мне кажется, ты просто впервые в жизни созвонился со мной, когда я устала. Ага, вот как. У меня такой, ну как, я не знаю, склад меня. Я темпераментный человек, да, и вот очень часто для того, чтобы вообще работать и что-то делать, выносить, я включаю режим зомби. Когда недосыпаешь, когда тяжело, или там вот спокойствие, чтобы экономить энергию. Максимальная экономия энергии. И когда я очень сильно заебалась, извините меня, Франциски, у нас страшная история. Вот. У меня начинаются вот прям выбросы какие-то, знаешь, странные. То есть... Вот такая вот. То есть я не умею экономить энергию. И у меня начинаются эти странные выбросы, когда я вот... Вот такая вот. Ну и естественно, когда мы со Стасом познакомились, я выступала в Екатеринбурге как раз таки, по-моему. Да. В 8 вечера был концерт. В 12 утра следующего дня, в 12 дня, мы должны были вылетать обратно в Москву. Заканчивается концерт. Я ухожу в гримерку. Меня еще не очень круто накрасили ребята. Ну, я очень такая придирчивая. У меня ресницы были криво приклеены. Я выбежала совсем быстро их оторвала, потому что там было кривенько. Вот. Ну, ребята хорошие, но ресницы были хреновые. Никому не дам. Я, чтобы ты понимала, я весь концерт думала, сука, об этих кривых рисках. Ресницы. Это ужасно работать, когда ты думаешь не о том, что надо. То есть не о том? Ты просто думала о внешности своей. Да, я думала, что кривые ресницы. Я видела одну, которая вниз сползала чуть-чуть. В общем, я забегаю в гримерку, отрываю бегом эти ресницы. И Артик пишет. Слушай, можно улететь в 12 ночи сегодня? Только надо прям супер бегом собраться. И я говорю, ну окей. Ну давай. Я решаю как бы вместе с Артиком улететь. Там был час или полтора до вылета. Я бегом успела с ним в аэропорт. Прилетаю в Москву, получается, с разницей во времени тоже в 12 ночи. И понимаю, что у меня до следующей занятости, ну там целых часов в 16 или вообще вот у меня с 12 ночи все свободно. То есть у меня вся ночь впереди. Я девочку пригласила на винишко домой. Думаю, все, не хочу никаких ни мужиков, ничего, я устала. Буду сегодня петь караоке, просто вообще насрать на всех. Я, значит, с этой девочкой выпила вина и решила пойти в караоке, который я не очень люблю, потому что там постоянно какой-то движ несется со съемом и так далее. Часто приставали к тебе? Нет, никогда. Чтобы ты понимал, со мной же никто не знакомится. Не знакомился никогда и не знакомится. Почему? Потому что есть взгляд у девочки, которая позволит тебе подойти, а есть взгляд у меня, типа, такой взгляд, что я сразу посылаю куда подальше. На камеру сразу же, вот какой взгляд должен быть, чтобы... Значит, девочки для вас специально. Нет, типа, чтобы не приставали. Чтобы не приставали, да, мастер-класс. Энергетика еще чувствуется. В камеру жестко. То есть у меня все ок. Типа, не надо ко мне приставать. Ты сидишь, ты на тебя смотрят, ты не смотришь. Ты можешь взглянуть на него так, типа, там, отвернуться еще что-то. То есть вот, ну я такая. И... Вот так? Ну, нет, это... Это такое, типа, я тебя сейчас обидела. Ну, типа, да. Ну, такой тонный немножечко взгляд. Ну, как бы... Окей, продолжай. А толку? Третья без шансов. Смешно сейчас было. Я, кстати, так никогда не говорила, но если вдруг там кто-то что-то пытался перейти дальше моего взгляда, то, естественно, якобы, пожалуйста. Пожалуйста. Просто не надо. То есть там не надо даже разговаривать, вступать в перепалку, потому что это может привести к общению. И я, значит, решила ехать вот в караоке. Ехать мне туда было из-за города около часа, но я не поленилась. Я надела спортивки, майку, кроссы, прическу, которая после перелета уже чуть-чуть тоже была завяла, в общем, немножко. Я собрала в хвостик, подтерла глазки и поехала. В общем, мы поехали туда. Причем, когда я просила товарища забронировать мне стол там, он мне говорит, ты серьезно, что ли? Ты же ненавидишь это место. Я говорю, ну, поеду туда, куда-нибудь, что ненавижу. Поеду, нормально, что? Пофиг, говорю, погнали. В итоге, значит, я приезжаю туда, только захожу по коридору. Из зала выходит вот так вот мой будущий муж. Я с ним сталкиваюсь. Я никогда первое с мужиком не заговорю вообще. То есть так, чтобы заговорить там, сказать что-то. Нет. Я его встречаю. Он общался тогда с парнем, который у нас работал. И я видела два раза его на фотках. И думаю, ой, прикольный, симпатичный парень. И думаю, странно, что я его никогда не видела. Все, то есть мне не было такого, что я там умирала. Классный на внешность, прикольный, симпатичный. Заходим, сталкиваемся с ним лбами. Я такая, о, привет, а я тебя знаю. Хотя я его не знаю. Я видела его два раза на фотках. Он такой, а я тебя тоже, ты моей дочке на шесть лет записывала поздравление с днем рождения. Я такая, серьезно? Я когда увидела это поздравление, я вообще не какущая в самолете. У меня вот такие синяки под глазами. Я зеленая. Эй, с днем рождения тебе, малышка, записывай. Я вообще этого не помнила, потому что этот период у меня был недосыпав. И все, что в недосыпах, я вообще ничего не помню. Я понимаю, что я, оказывается, записывала какое-то поздравление. Мы как-то заочно все время были знакомы. В общем, в зале мы пересеклись с этим товарищем моим, который знает его. Сели за один стол и уже пели все вместе. И мне этот парень, который с нами работал, он говорит, слушай, что ты одна до сих пор? Я говорю, ну да. Я говорю, не хочу мужиков. Я говорю, какие-то все непонятные. Я говорю, не хочу. Я лучше сама буду, чем вместе с кем попала. Он говорит, ты что, ты со Стасом замути? Я говорю, как, я подойду сейчас, замучу, что ли, с ним? Я говорю, нравится человеку хотя бы должна, да? Он ко мне какие-то, ну, должен, что ли, не знаю, знаки внимания проявить. Он такой, да ты ему нравишься. Ты что, он про тебя уже два года трещит. А он вообще не проявлял знаки внимания никакие? Он скромный. Он очень скромный. Если бы ты его увидел в жизни, он ручки за спинку складывает и стоит. Вот и все. Стас, познакомимся. Он сегодня не доехал, он вообще должен был быть с нами. Он очень такой спокойный, скромный, да, как бы смотришь, ну типа, ну что, к нему подойду, что ли? Тем более, что я с мужиками сама там не общалась, не лезла ни к кому. Стас не имеет отношения к шоу-бизнесу? Вообще, совершенно. Ну вот дружил только вот с парнем, который у нас работал. И все. Ну там и заочно знал кого-то, кто там поет. Все. Слушал пару моих песен и не понимал, что я вот такая артистка-артистка. Вообще не понимал. Просто, ну типа, я ему внешне там вроде как нравилась по фоткам в инсте. И я вот спела по разу. Он мне снимал. И вот когда я пела, тебе не будет больно, он снимал на видео. Вот я прям пела. Венища напилась. Не пейте венища в караоке. Вот. Но пела прям, знаешь, у меня все. У меня плакала душа. Мне было вообще наплевать на все, даже что я мимо нот пою. Я вот пела и думала, что я заплачу, когда я смотрела в глаза. И он как будто меня понимал. И потом я спела шеллу. Все, все караоке. У нас тоже видео есть. Мне пытались помочь. Я такая, ребята, не надо мне помогать. И дальше. И дальше пела. Это было очень смешно. Но потом, когда закончилась вся вечеринка, я захотела домой. Кстати, ухожу я всегда по-английски. Если я чувствую, что я пьяна или я хочу спать, я просто ухожу. Ты ничего никому не говоришь? Нет. Я просто все, пока. Все. Или я, знаешь, если у меня наступает кондиция, когда я просто резко хочу спать. Резко просто. Мне нужно спать срочно. Мы, когда с мужем там сидим у него в заведении даже. Ну, в нашем, в культуре. Пьем коктейльчики. Иногда вот третий коктейльчик так накрывает, что я просто в секунду. Мне нужно спать. И на плечо. Секунда просто. Я сразу же засыпаю. То есть у меня этот момент наступает очень быстро. И обычно я ухожу внезапно. И тут я думаю, я такая вся четкая. Я теперь девочка. Теперь как бы все мужчины должны понимать, что я девочка. Я к нему подхожу. Смотри, самый адекватный парень в компании. Ты, говорю, пойдем у меня проведешь такси. Я говорю, мне надо посадить в такси. Ну, типа, я же девочка. Я же могу сама идти в такси. Я, значит, беру его под ручку. Провожаю в такси. Он мне вызвал такси. Хорошее такси. Не желтое. Что тоже немаловажно. Не жлоб. Я сажусь в такси уже и такая поворачиваюсь к нему. Говорит, что, хоть бы номер мой взял, конечно. И ухожу. Ну, это чисто пьяная история, наверное. И он такой, так давай. Я говорю, ну нет, теперь я тебе ничего давать не буду. Иди теперь найди. Говорю, друзей много знакомых моих, знаешь. То есть, ты так хамила? Ну, как? Ну, не так прям я хамила, да? Я говорю, ну, иди теперь найди. Девочка-девочка была. Я такая вся. Профурсетка была. Села в такси. Все, теперь типа ищи сам. Я обиделась. Села в машину, доехала домой. Тут смс-ка. Ну, что ты как доехала? Я такая. И все. После этого на телефоне с ним были практически 24 часа в сутки. Просыпались вместе, засыпали вместе. Ну, по телефону. Не виделись две недели. Потом он улетал в Китай по работе. Я всегда говорила, что настоящий мужчина, он... Вот у меня фраза была такая. Вот в самолете будет лететь, найдет, как тебе цветы подарить. То есть, главное желание. Мне никогда не дарили цветов. Вообще практически никогда. Ну, или там какую-то голимую розочку одну подарили, знаешь, такую. Я думаю, ты себе, я не знаю, там шмоток накупил на 20 тысяч рублей, а мне одну голимую розу принес. Ну, как бы, ну, чувак, ну... Я же не понимаю. Ну, короче, зажали, знаешь, вот эта вот история. Типа тебя отдают. Ну, такое, на отвали. Ну, я же цветами... Отметиться, чтобы, да? Ну, да. Как бы, на отвали. Я была на фотосессии. Он уже улетал. Мы попереписывались. Он говорил, что слушает постоянно песню под гипнозом нашу. В итоге я на фотосессии там что-то снимаюсь, и моя помощница, которая была тогда, работала со мной, она говорит, я чуть задержусь, мне очень важно, ты потом поймешь. В общем, она заходит на фотосессию на эту или видео мы снимали с огромным букетом роз. Я сползла по стенке, я понимаю, что это, по ходу, он. Он летит. Ты понимаешь, как сошлось? Я открываю, беру открытку внутри, и там написано, я под твоим гипнозом. Точка. Муж. Точка. Я говорила всегда, что мой будущий муж, он сразу поймет, что я его жена. Он не будет играться, он не будет там встречаться. Он сразу обозначит, что я жена, что я важна для него. И все, и все сложится. А остальные, типа, для меня были уже неинтересными варианты. И он как чувствовал. Я с ним даже не успела об этом поговорить, выразить какие-то свои моменты и мысли по этому поводу. Он просто... Я под твоим гипнозом. Муж. Все. И букет роз. Логично спеть песню под гипнозом? Можно. Давай. Давай. Спой, пожалуйста. Давай. Ну, на самом деле, это сказочная история очень. Ого. Прикольно. Обожаю эту песню. Очень крутая. Давай. Ты знаешь, пускай, я больше не летаю. Он был мой главный кайф, я без него пустая. Я кричала, что не прощу и не пущу на порог. Но он зашел за черту, а я позволила вновь. Смотрит, как раньше почти, влюбленными синими. Я вновь сбиваюсь с пути. Мама, спаси меня. Я не хочу назад, но так хочу к нему. Он смотрит в мои глаза, а я не верю ему. Вновь сердце на куски, и все горит огнем. Ты меня прости, а я тебя потом. Там близко, что опять накрыла. И что-то тянет с новой силой. Раз я смогла упасть, смогу и встать с колен. Я разрываю связь. Мне зоны абоненты, ответов нет. И нет вопросов, но я как будто под гипнозом. Класс! Класс! Клево. Я, кстати, когда пою вашу песню «Девочка, танцуй», я потом перехожу на грустный дэнс. Очень похожие песни. Хочешь поржать? Вот в Монако, когда мы были, у нас саундчек. И я такая, блин, что за песня? И я под грустный дэнс начала петь девочку танцуй или девочку танцуй под истеричкой. И пацаны, просто ошибка по Фрейду. Они все за животы ухахатываются, Артик ржет. Но мне тяжело, чтобы ты понимал, очень тяжело, потому что мне все одинаково, гармония похожа. Да, все похоже. Но я справляюсь. Все похоже. Мы уже обратили внимание, когда девочка танцуй. Ну и я как будто под гипнозом. Все отлично, твоя истеричка. Девочка, танцуй. Это все здесь. Под грустный дэнс. Девочка, танцуй. Ну, короче, все да. Все да. Слова зато классные. Важная информация от нас, для наших подписчиков. Мы приглашаем вас на наш сольный концерт с ребятами 10 сентября в ресторан Магнус Локус. Билеты и в районе посылки под этим видео. Проходите обязательно, бронируйте места и приходите. Кто-то... Приходи! Ну, у тебя же такой напряженный график. Я пойду. Приходите со Стасом. Да. Вы кайфанете, вы послушаете наши песни. У нас есть хорошие песни. Да. Ты классно поешь. Которые я сам придумываю и сочиняю. Класс. Да. Приходите. Приходите. Скажи, пожалуйста, вот о чем ты мечтаешь, какие у тебя не то чтобы планы, а вот сегодня, помимо творчества. Десять лет уже творчеству группы Арктик и Асти. Мы поняли благодаря тебе, что многие до сих пор сомневаются, что есть ли мужская дружба и женская дружба. И безусловно, она есть. Есть. Я всегда спорю на эту тему. У меня огромное количество подруг. И я благодарен своей мудрой жене за то, что она понимает, что в жизни происходит, как она относится к твоему творческому мужу. И на эту тему можно спорить. Вечно кто-то будет доказывать, кто-то нет. Вот какая сегодня ты? Что произошло за десять лет? О чем ты мечтаешь? Как тебе поменяла жизнь? Как ты сыграла в ту игру, о которой ты разговаривала? Чему она тебя научила? Что у тебя сегодня внутри есть, Аня? Сила. Сила, мудрость, выдержка, вера в себя. Этого не было раньше. Я правда была слабая, я была растерянная. Я не была уверена, что это мое, что это мой путь, что я точно удержусь. Я не была уверена в том, что я нужна вообще как певица этому миру. Мне было страшно. Сейчас этого страха нет. Конечно, всегда есть страх провалиться, что-то сделать не так. Но я теперь точно знаю, что это мое предназначение. И где бы я ни пела, в группе артикасти, в караоке или в переходе где-то, я все равно буду петь. Несмотря ни на что. То есть это мое предназначение. Я с этим рождена. Я рождена с талантом, правда, с любовью к музыке большой. И вот мне моя помощница, Томила, она говорила, она была на концерте у нас впервые вот так со мной, прям рядышком. Она спускалась вниз у сцены. И после концерта она сказала, говорит, я все поняла. Ты вообще другая. Ты вот человек, который настолько дарит вот эту вот свою энергетику, любовь к музыке людям, что они все понимают. То есть это очень чувствуется, когда я на сцене. Я не просто артист, который поет. То есть я все передаю от души, каждой душе, которая слушает меня. Когда она это говорила, я тебе не признавалась. Я чуть не заплакала, потому что это опять же как разговор с маленькой девочкой. То есть это настолько правда, но я себе этого не говорю, я себе в этом не признаюсь, что слишком честно, чтобы не заплакать. Ну вот прям перед собой. И я всегда бы пела. Я рада, что я стала сильной. Я рада, что мало что меня сейчас собьет с моего пути. Чего хочется дальше? Ты знаешь, глубоких каких-то мыслей по этому поводу нет. Хочется быть счастливой, просто счастливой. А счастливая я от того, что со мной рядом мои верные, хорошие, близкие люди, которых осталось очень мало. Со мной классная моя офигенная, тоже верная музыкальная семья. Со мной мои близкие, родные, все здоровые. Это звучит банально, но это очень важно, когда ты понимаешь, что вроде как мечта сбылась, ради нее все равно нужно еще очень много работать, чтобы она никуда не убежала, чтобы она не пропала. Потому что это все залог не только любви к музыке. Я не хожу каждый день в музыке, в любви не признаюсь. Я еще и много работаю. Хочется остаться в истории. Хочется быть в истории как человек, который трогал души других людей своим голосом и нести это все, наверное, до старости. Деткам потом петь, внукам петь. Вот так же я буду звать маму, прабабушка и будет своим правнуком играть потом на гитарке. Как я пел песни, ты говоришь, господи, что это за песня, какого ты года? Ну нет, ну разные же. Выучим разные песни, будем петь. Это такая, ты знаешь, мне кажется, очень важная ниша в семье, где вообще кто-то может петь, передавать в поколение, через поколение музыку. Вот мне эта песня «Спи ночь в июле». Я всегда, когда слушаю, превращаюсь в маленькую девочку, которая вот так вот слушает, просто с застыванием, замиранием сердца мамы. Это мой такой звук родной, семейный. И эту песню классно передавать через поколение, из поколения в поколение, чтобы детки знали, что вот бабуля вот у нас, например, так пела эту песню «Спи ночь в июле». Это же классно, традиция, это всегда офигенно. Я вот, знаешь, честно говоря, пусть Артем не обижается, что ты сегодня здесь одна. Вы-то обычно всегда вдвоем ходите. Да, он не обижается, все хорошо. Не обижается. Чем обижается? Ты часто одна куда-то ходишь, на какие-то интервью, либо... Это первая. Это первая? Да, первая. Пока единственная. Но мы с тобой дружим, все нормально. Да, и я хочу вот сказать вам огромное спасибо, то, что вы... Музыка, она разная бывает. Я не являюсь там фанатом и поклонником творчества группы «Арктик и Айсти», но то, что вы делаете, это, конечно, достойно уважения, потому что каждый заходит в мир шоу-бизнеса по-разному. Вот, то есть вы это делаете профессионально. Вот. И я Тёме хочу передать огромный привет, огромный респект. Он бы, кстати, всё равно не пел, поэтому... Он бы просто бы сидел? Ну, действительно, это же не честно, что он просто сидел. А он не поёт. Хотя поёт он классно. Серьёзно? Ну, он так, он стесняется, но поэтому прикольно. Правда, хорошо поёт. Классно. Так, а чё же мы тогда оба Артёма... Нет, ну не так. Он бы не пел, ты что, никогда в жизни. Он так, когда в студии что-то записывает, прикольно там что-то делает. Ну, он скромный, кстати. Никто этого не слышал, кроме нас на студии маленького количества людей. Но он такой скромный. Ну, да, ну читает он нормально, хорошо. А поёт только для своих, ну и то, так в студии можно услышать демочку, как он что-то там не-не-не-не так напел. Вы не надоели другу ещё за такое количество времени, но, честное слово, ну это же... Слушай, мы дозируем. Дозируете? Да. А вы, получается, полетели в Турцию куда-то, сейчас на концерт, в Монако куда-то ещё, вы остаётесь, и вы опять вместе отдыхаете, тусуете? Ну, мы не живём в одном номере, не спим в одной кровати, чистим в одной раковине зубы. То есть мы, у нас даже две разные машины по райдеру. А, у кого моднее? У нас одинаковые, все честно. Нет никаких сплетен вокруг вас? То есть вы просто, вот кто вы, допустим? Когда-то писали, кстати, что артикасти ругаются, у них даже разные машины, они приезжают в разные машины, садятся. Просто у нас есть история, я люблю спать в машине, на заднем сидении удобнее, когда долго едешь. У меня подушки даже в райдере иногда прописаны, когда там дорога больше трех часов, потому что я укладываю сзади спать. Я же сплю везде, и когда ты спишь, типа, вот так вот в машине, это не очень удобно, три часа. А когда сзади ложишься, я помещаюсь, нормально ножки сложила, типа, в позу эмбриона, и спишь нормально. Поэтому мы ездим в разных тачках, чтобы было удобнее спать и развалиться, и все. А что ты хотела какую-то историю рассказать? Я сейчас что-то заговорил. Про то, что мы такие все беленькие, пушистенькие. Недавно у нас было интервью с достаточно опасной девушкой. Такой скандаленькой достаточно. Ты можешь сказать, где посмотреть это? А можно сказать, да? Конечно, не вопрос. Могу сказать. С Ксенией Собчакой. Ксения Собчакой. У вас было интервью? Да, осторожно Собчакой было. Волновались все. Так. Зачем пошли тогда, если волновались? Нет, ну это классно. Очень импонирует мне. Она как женщина, как человек. У нее потрясающая энергетика. Да. И когда она пыталась на нас что-то найти, то есть не она и редактора, она нам прочитала вот прям дословно смс-ку редакторе. Типа, Ксюш, ну они такие котики, ну опять извините, мотюкнусь, что реально не доебешься. Вообще просто вот ничего на них найти нельзя. Ну есть пара моментиков, но они реально такие котята, что вообще, ну капец. Ну походу интервью будет скучно. Но интервью было веселым на самом деле, классно. Ну вот как бы если даже редактора Ксении Собчак не нашли на нас никаких какашуль, то, наверное, все-таки их нет. Но мы нормальные, мы трушные, мы абсолютно честные ребята. И действительно с музыкой несем, ну что-то хорошее. Я не святая, да, я им утюкнуться могу и винишко я пью. Да, нет, мы уже поняли. То есть это не про святость. Это, наверное, про то, что с каким-то, не знаю, посланием в этот мир пришел, идешь, несешь что-то. Ну то есть мы несем какую-то легкость музыку. Музыка должна как-то тебя облегчать действительно душевно. Вот мы это и несем. А что круче сегодня? Вот статус или пофиг, что тебе говорят? Все, все важно. Все важно. Потому что если... То есть ты можешь вообще абсолютно делать полнейшее говно в этой жизни, но пусть о тебе говорят, пусть о тебе какие-то сплетни несут. Слушай, я тебе объясню, как у нас это работает. Ты можешь делать абсолютное говно, но если о тебе заговорили, все услышат и узнают это говно, и тебя начнут уважать просто за то, что ты стал популярен. Это факт. Это работает у нас именно так. Плохо. Ты можешь делать дофига классной и качественной музыки, и никто тебе даже не заикнется и не услышит тебя, если ты не стал популярным, если ты не на волне, не на хайпе. Зачем используют хайп ребята, у которых не супер, мега, нереальный талант? Потому что хайп тебя все равно подымает. И люди это слушают. Значит, им это нравится. Спрос порождает предложение. Ну, мне кажется, мы сажаем эту культуру в музыке. Это не мы сажаем, она сама разрастается, как грибок. Все. Я кажется, что артисты зачастую сами виноваты. В чем? Ну, в том, что мы пишем такую музыку и доставляем ее... Какую? Мы пишем хорошую музыку и доставляем хорошую музыку. Это нас колбасит, что легкая музыка, легкая, там, не насыщенная какими-то мыслями и переживаниями нравится людям. Но мы же не отвечаем за то, что нравится социуму. Социуму нравится то, что нравится. И если это такая музыка, то сорян, это не мой виноват. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Она рассчитывает дни, которые живут на стене. Нежно, не нежно, но люби. Нежно, не нежно, перетерпи. Нежно, не нежно, но люби. Нежно, не нежно, перетерпи. Як плакала, не чувши моих слезь, Який уже раз кажу, я не хотів. Розвитно я дивитися не зміг, Где поборь білий снег. Нежно, не нежно, но люби. Нежно, не нежно, перетерпи. Нежно, не нежно, но люби. Нежно, не нежно, перетерпи. Так хреново въехала и так хорошо закончила. Ну это же круто, зато все по-настоящему, ты понимаешь? Без всяких тюнов и так далее. Зато теперь никто не скажет, что фанера. Любимое, знаете, занятие. Фанера! Фанера! Всегда говорят вам фанера? Нет, не всегда. Ты знаешь, когда есть моменты... Чи-чи-чи, ну тихо у нас в разговоре. Что вы там? О своем че-то? Нет, ну слышали слово фанера и возбудили. Сразу наши концерты вспомнили. На самом деле есть же, ты знаешь, съемки, которые требуют петь как бы под плюс. Это необходимо для телевидения иногда, потому что настраивать все эти звуки, которые могут где-то неправильно прозвучать, это реально очень сложно и легче концерт, чтобы был вот с записью. И люди, которые слышали, как я пою вживую, они сразу же секут, потому что я, например, очень сильно нервничаю, когда нужно петь под плюс. Я всегда контролирую, да, как я спою где-то какую-то фишечку, могу где-то опоздать по звуку, еще что-то. А тут надо петь и попасть. То есть у меня каждый раз такой квест лютый. Кто-то говорит, что даже фанера это как презерватив. Удовольствия никакого, зато спокойно. Ну да. Ну что-то в этом есть на самом деле. И реально стрёмно петь под фанеру. Мне кажется, люди смотрят на меня и видят, что я открываю рот просто, что это фанера. Мне так стыдно, иногда так нужно, да, это необходимо. И, конечно же, слышно, когда я пою там в записи, когда я пою вживую, потому что это совершенно другой вайб, да. Ты чувствуешь, что вот, когда я пою вживую, ты чувствуешь, что у меня отсюда льется. Под фанеру отсюда ничего не льется. Вообще ноль. Хорошо, что тебе от этого стыдно становится. Кому-то ведь не стыдно даже вообще. Они всегда стыдно. Я даже не нашла, что ответить. Фестиваль пантомин. Ну кому-то хорошо-то. Кто, как говорится, кто нашёл в Чевсе? Да. На что учился? Я сегодня, безусловно, с тобой можно очень долго разговаривать, сидеть на разного рода темы. Ты такая ха-ха постоянно в бодряке. Я рад, что в своей жизни сегодня складывается всё хорошо, потому что ты когда зашла сегодня, я тебя видел, я говорю, блин, ты такая свежая, ты так хорошо выглядишь. Знаешь, всё, видимо, складывается, вот это счастье, гармония, оно внутри есть. И я тебе хочу пожелать творческих успехов. Я тебе хочу пожелать, чтобы ты вот такой вот позитивной всегда оставалась, не забывала про себя. Не забывала про себя, потому что помимо того, что вы делаете с Тёмой, уделяя время творчески себе, потому что у тебя колоссальный потенциал, ты можешь лупасить дальше, мама, не говорю как, не в ущерб вашему прекрасному проекту «Арктике Аисте». Согласна. Сейчас мы не под фанеру в завершении музлофта на сцене. Споём «Под грустный дэнс». «Под грустный дэнс». Сколько он миллионов просмотров набрал, там что-то караул. Слушай, вот если бы был «Арк», он бы сказал на самом деле, а там по-моему… Каждое утро просыпается, да, Лежик? Там 450 миллионов, не, ну, больше 600 миллионов прослушиваний, по-моему, там что-то такое, такая цифра лютая вообще. Сумасшедшая цифра. Друзья мои, смотрите музлофт. Врать не буду, я могла соврать. Мы здесь живьём поём, мы приглашаем только талантливых ребят сюда. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, потому что нам нужно примерно по просмотрам догнать клип «Грустный дэнс». И это мы можем сделать, ребята, совместно с вашими усилиями. Пойдём на сцену… Как и прийти на концерт. Угу. 10 сентября. 10 сентября. К нам… Где там напомни, пожалуйста? К нам 10 сентября концерт. Это ресторан «Магнус Локус». Мы пока ещё… У нас не такая большая аудитория, как у вас. Знаете как, это очень интимная всегда атмосфера, когда ты близко к артисту находишься и слышишь, чувствуешь всё. Так что 10 сентября ресторан «Магнус Локус». Правильно? Да. Мы ждём вас. А я тогда ещё, пользуясь случаем… Секундочку. Что, ты мне винишко хочешь принести? А может нам? И дарить даже никому не буду дарить, потому что есть принципиально. Можно чуть потише? Упс. Принципиально. История. Значит, дарить никому не буду. Смотрите. Полтора года назад мы с ребятами выпустили альбом, который называется «Просто», и вот через полтора года мы решили, а давайте сделаем для себя винил. Вот мы сделали вот такой альбом… Потрогай, пожалуйста. Да, потрогай, пожалуйста. Который называется «Просто». Ограниченное количество винилов, мы выпустили всего 100 дисков, 100 пластинок получается, не дисков, а пластинок, правильно говорить. Вот. Да, проходите по ссылке, приобретайте эту пластинку, и все деньги с продажи вот этой пластинки мы… Пойдут мне на винишко. Пойдут на винишко. Айсти? Шучу-шучу, это неправда. Пойдут на благотворительные нужды. В данном случае я вот большой фанат хоккея и хочу в одной из детских школ купить хоккейную форму. О, это классно. Поэтому пусть будет так. Вот как 100 дисков продадим, 100 винилов продадим, 100 пластинок продадим, дальше будем заказывать, потому что мы еще не депеш-мод, но ничего еще, ребята. Поэтому по ссылке проходите, приобретайте и слушайте хорошую музыку. Мяу. Мы не репетировали совсем, ребята, чтоб вы понимали. Вообще без репетиций, как обычно. Профессионалам репетиции не нужны. «Быль белее снега, свадебные цветы» сейчас какое-то звучало. «Быль белее снега, подружный дэйс». подружный дэйс». Все лица мужского пола не сводят глаз в танцпол, а я там гордо танцую одна. Играя на грани фул, ты сделал больным мне снов, я знаю, что виновата сама. Мне сводят душу и тело, так сильно тобой заболел его температуру опять. Звучат минорные треки на этой дискоте, я начинаю тебя забывать. А в грустный трек я отпускаю нашу любовь только здесь. Я танцую всю свою боль, как в паутине большой сети. ты рассыпаешься в памяти. Под грустный трек ты так красиво теряешь меня, словно весь наш город больше не вспомнит тебя. Тот, кто был мне необходим, срежком чужих, чтобы быть родным. Горит экран телефона, но ты мне не по фасону. Сегодня я поменяю свой стиль, опять напишешь, что вроде скучаешь, но ты свободен. Я не вернусь, ты меня прости. А тут и слово распажет, я выключаю свой гарс, не жди в ответ пьяные смс. Теперь сомнений не дашь, и в сердце слово подскажешь, на этот раз это точно конец. Под грустный трек я отпускаю нашу любовь только здесь. Я танцую всю свою боль, как паутине большой сети, ты рассыпаешься в памяти. Под грустный трек ты так красиво теряешь меня, словно весь наш город больше не вспомнит тебя. Тот, кто был мне необходим, слишком чёрным. Сейчас проигрыш! Сейчас проигрыш! Делайте проигрыш! Проигрыш! Проигрыш просто! Хей! Родные! Тебе, Гриш, редко дарят цветы! Родные! Только Стасы дарят цветы! Спасибо! Под грустный трек я отпускаю свою любовь только здесь. Я танцую всю свою боль, как паутине большой сети, ты рассыпаешься в памяти. Еще! Друзья мои! Это был Музлофт! Это была Аня Дзюба! Впервые без Артика! Слушайте только хорошую музыку, естественно, подписывайтесь на Музлофт, подписывайтесь на социальные сети ребят и слушайте только хорошую музыку. Я это, по-моему, говорил уже, я уже запутался. Танечка, спасибо тебе огромное! Родные! Все, пока всем! Спасибо огромное! Спасибо тебе! Спасибо, моя хорошая!